Накануне новое полотно укладывали в микрорайоне Макаренко. Работали бригады подрядных организаций и в Адлере. Сегодня ремонт дорожники ведут на улицах Леселидзе и Краснодонской. Подготовка к выполнению ямочного ремонта сделана, участки определены. А вот на мосту села Пластунка уложат новое дорожное покрытие. Тот ремонт, который сейчас мы проводим, ямочный ремонт и те улицы, которые у нас попали в список по ремонту по краевым деньгам, где улицы полностью ремонтируются. Это, безусловно, улицы, которые требуют в первую очередь ремонта, то есть на них ходит общественный транспорт. Безусловно, это те улицы, по которым у нас есть обращение к гражданам. Дороги курорта в целом нареканий как со стороны горожан, так и гостей Южной столицы не вызывают. Мониторинг дорожной сети ведется. Улицы в микрорайонах города вносятся в план проведения ремонтных работ, в том числе по наказам самих жителей и депутатов городского собрания. Каждый день почти тут ездю, вот эти ямы, просто надоедает уже просто. Как-то, что ремонт ведется, это хорошо, наконец-то. Самое сложное, это у нас по горной местности дороги. По ровной еще как-то справляемся. Уличная дорожная сеть города из краевого бюджета получила более 600 миллионов рублей. На эти средства будет отремонтировано 96 дорожных полотен курорта. Одновременно 31 миллион – финансирование отрасли из городского бюджета. И эти деньги направят на ямочный ремонт отдельных участков, который будет проведен в два этапа – весной и в осенний период. В перечень объектов, которые будут отремонтированы на следующем этапе, внесен 51 объект. Это муниципальные дороги во всех районах Сочи. Работы планируют начать в сентябре после завершения курортного сезона. Список улиц, на которых в этом году будет выполнен ремонт дорожного покрытия, в том числе ямочный, размещен на сайте городской администрации с указанием периода проведения работ. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.